Привет народ, с вами Фенаргот. Что же, вышел патч 7.32, а вместе с ним и офигительные механики с классическими для нас возгласами, можно удалять игру. Но пока игру удалять рано, потому что уже 1 сентября выйдет боевой пропуск в доте, и именно о нем мы сейчас и поговорим. А именно о том, что нас в нем скорее всего будет ждать, каковы будут цены, как фармить уровни и так далее. Поэтому не забываем лайки, подписки и включенные уведомления в колокольчике, потому что уже на днях я запущу самый крупный розыгрыш боевых пропусков и уровней в истории моего канала. Подпишитесь, кстати, на телеграм-канал, где я делюсь оперативными новостями, инсайдами, а самое главное, также провожу розыгрыши. Начнем с базы. Что такое боевой пропуск и с чем его есть? Механика боевого пропуска впервые была придумана Valve, именно для доты, после чего ее перехватили разработчики многих игр. Первоначально боевой пропуск назывался компендиумом, книжкой, которая содержала в себе награды, приуроченные к интернешнлу, главному турниру года по доте. За полученные уровни игрок получал награды, сундуки и так далее. После Valve переименовала компендиум в боевой пропуск, а сама книжка стала частью Бэтл Пасса, отвечающая только за киберспортивные награды, связанные с интом. Поэтому до сих пор многие путаются и называют боевой пропуск компендиумом, хотя компендиум является его частью. И в прошлом году, кстати, в связи с переносом инта, компендиум был отдельно, без боевого пропуска. В общем, если кратко, боевой пропуск стоит денег. В нем вы можете получать награды за уровни, которые вы лутаете, проходя катакомбы, участвуя в ивенте, получая ачивки, открывая сундуки и так далее. Разумеется, уровни также можно покупать отдельно. Часть продаж с боевого пропуска и уровней идет в призовой фонд Интернешнала. В этом году нас ждет уникальный в своем роде боевой пропуск, который выходит всего за месяц до начала Интернешнала. Если мы вспомним прошлые боевые пропуска, они выходили в среднем за 3-3,5 месяца. Благодаря чему призовой фонд турнира с каждым годом побивал рекорд. А так как в этом году, во-первых, он выходит так поздно и близко к Инту, хоть чемпионат и будет длиться около месяца. Во-вторых, учитывая экономическое, ну и вообще моральное состояние в мире, сами понимаете по каким причинам, не говоря уже об ограничениях на пополнение стим на территории России и других регионов, велика вероятность, что впервые в истории доты призовой фонд Интернешнала будет меньше. Если, конечно, Valve что-то для нас не подготовили. Кстати, касательно пополнения, я еще в апреле запустил сайт для пополнения стим, который в течение нескольких секунд производит пополнение ваших аккаунтов. Ссылка есть в описании, но о пополнении мы еще подробнее поговорим позже. Кстати, там скоро появится пополнение для турецких аккаунтов. Собственно, в этом году, как мы уже знаем, боевой пропуск выйдет 1 сентября. И раз дата его выхода совпала со сливами, которые я постил еще в начале месяца, он, скорее всего, будет разделен на две части. Первая — сентябрь, вторая — октябрь. Пока непонятно, за что будут отвечать эти временные рамки. Возможно, первая будет приурочена к отборочным кенту, а вторая — к самому турниру, потому что сам боевой пропуск будет длиться более 4 месяцев, и, судя по файлам, должен будет закончиться аж 15 января 2023 года. Что нам еще известно? Помимо классических механик, которые мы имели ранее, катакомбы, ачивки, ивенты и так далее, судя по сливам, нас будут ждать и новые, но какие — пока неизвестно. Единственное, что известно, что вроде как сундуков в боевом пропуске будет меньше, и их будет сложнее получить. Известно также, что в первом сундуке будет столько же предметов, как и в прошлом Баттл Пассе — 10 шмоток и одна эмблема следующего инта, которая, напомню, дается всего на год. Несомненно, самыми вкусными наградами боевого пропуска являются эксклюзивные, которые нельзя обменивать и получить в дальнейшем. Да, у нас уже есть личность на инвокера, которую помимо Баттл Пасса 2019 года также можно было получить с набором Дарк Артистри в следующем БП и Королевским Сетом в недавнем сундуке. Последний боевой пропуск, приуроченный к Интернешнлу, принес очень много вкусных наград. Там была Аркана на ВК, Квапу и ВР-ку, а также крутые персоны на Антимага и Пуджа, ну и, конечно же, крутой ландшафт. Судя по сливам, уже известно, что в грядущем БП мы увидим Аркану на Воида, который, напомню, занял второе место в голосовании, проиграв в Спектре, Аркану на Скайрат Мага и персону на Фантом Ассасин. Что же еще следует ожидать? Как вы знаете, недавно подошел к концу третий сезон Крови Дракона — это аниме по Доте. У нас уже появилась персона на ДК Эмирану из аниме. Я почему-то уверен, что нам следует ожидать одну или даже две новых персоны оттуда, либо же наборы для персоны на этих героев. Также можно смело ожидать нового героя или даже нескольких. Во-первых, высока вероятность, что новым героем станет дочь Инвокера, Филамина, которую показали взрослые в третьем сезоне. И, скорее всего, именно она станет Папет-мастером. Так как у нее есть живая игрушка кролика, а я напомню, что у нас уже есть персона на Пуджа в виде плюшевой игрушки. Персоной на Инвокера она вряд ли станет, потому что хоть она и владеет сферами, как и Инвокер, она применяет их в другое русло и склонна больше созидать, создавать и управлять живыми существами, или даже неживыми, нежели чем уничтожать и обращаться к стихийным заклинаниям. Вторым героем может стать Фимрин, которая стала новой богиней Луны вместо Мэнни в сериале. На это указывает весьма детально прорисованные и продуманные способности, которые она использовала в сериале, а также ей уделили уж слишком много времени, как о Филамине. Вы спросите, почему герой не вышел с патчем 7.32? Ну, во-первых, новый герой не появился бы в Кэптэнс Моди, а следовательно, не повлиял бы на профессиональную сцену. Ну, а во-вторых, у нас на носу отборочный Иноинт, который стартует 3 сентября. А следовательно, если выпускать патч вместе с боевым пропуском 1 сентября, у команд просто не остается времени на подготовку. Поэтому в боевом пропуске, скорее всего, помимо новых героев и будет еще новый контент, связанный с ними, некоторые тематические задания или даже награды. Также, разумеется, можно ожидать и Кайдена, которого многие просят еще с выхода первого сезона сериала. Потому что, во-первых, в последнее время и так вышло много женских персонажей, а во-вторых, многим понравился сам персонаж и его характер с историей. Что касается механик боевого пропуска для получения наград, нас уже точно ждут катакомбы. Неизвестно, правда, пофиксят Valve старый абуз с открытием карты через дев-режим. Я вновь, кстати, выпущу ролик для тех, кто забывает и не в курсе вообще, как это делать. Но суть его в том, что он открывает полностью карту, чтобы вы понимали, где нужны вам награды и герои. Непонятно пока, вернут ли Valve боковую лавку, которую, кстати, до сих пор не выпилили из клиента и которую можно активировать через консоль в игре. Напомню, что она работала по механике Dota Auto Chess, где три одинаковых персонажа собирались в триплет, который можно было продать и получить за это баллы. Их можно было потратить в магазине на различные сундуки и награды, включая самую ценную, рандомную аркану. Механика, конечно, крутая, но она очень сильно тормозила доту из-за огромного наплыва участников, и Valve её даже отключали. Посмотрим, может быть, они её наконец-то оптимизировали. Что касается ивента, который будет во время Бэтл Пасса, по нему пока никакой инфы нет, за исключением того, что опять слили файлы из игры. Там есть различные скиллы, нейтральные предметы, которые, скорее всего, мы и увидим в данном ивенте. Теперь же давайте перейдём к ценам. Судя по сливам, цены на боевой пропуск остались прежними. 10 долларов за сам боевой пропуск, ну и 24 уровня, 29 и 35 центов за БП 50 уровня и 45 баксов за БП 100 уровня. Правда, в файлах также нашли упоминание новых цен, где БП стоит 7,5 баксов, 50 уровня 27 и 100 – 42. Сейчас, в отличие от марта, Valve оперативно обновляют курс рубля в стиме. На текущий момент курс составляет около 60 рублей для пополнения при конвертации доллара в рубли и около 62,5 рублей для цен в магазине. Так что стоимость боевого пропуска, если учитывать старые цены, будет 625 или 650 рублей, 50 уровня около 1900 рублей и 100 уровня около 2850 рублей. Напомню, что находясь в РФ, вы стим напрямую пополнить не можете из-за санкций, но есть различные способы. Самый выгодный, но затратный по времени и манипуляциям – это приобретение скинов на сайтах-маркетах и их перепродажа на торговой площадке в Доте. Еще имеется Kiwi и WebMoney. Но Kiwi часто отваливается и курс тенгетом в последнее время оставляет желать лучшего. Ну и плюс вы не будете знать точную сумму, которая придет на ваш стим, пока не совершите пополнение. В WebMoney же есть ограничение в 250 долларов на аккаунт в месяц. Среди сайтов, которые мгновенно пополняют ваш аккаунт с указанной суммой – наш самый быстрый и выгодный в плане комиссии. Да, сейчас она больше той, которая была месяц назад. Но это связано с конвертацией курсов и комиссией шлюзов. Все-таки мы работаем легально. В комментариях часто пишут, что я обещаю уменьшение комиссии на протяжении уже нескольких месяцев, но это уже случалось, когда наша комиссия падала в среднем до 12-14%. Мы хотим договориться и утрясти все вопросы, чтобы к боевому пропуску комиссия вновь была снижена, но пока не могу дать никаких гарантий. Я этого очень хочу, даже больше вас. Наша личная комиссия сервиса, какой была в апреле, такой и осталась. Основные преимущества нашего сайта – это средства доходят мгновенно, мы оперативно вам ответим на все ваши вопросы и поможем через форму чата на сайте, а также вам придет максимально приближенная сумма к той, которую вы укажете. Все-таки есть погрешность. Хотим единственное напомнить, что есть ограничения в 500 долларов на аккаунт в сутки, поэтому если вы планируете прямо жестко вливаться в боевой пропуск, лучше это сделать заранее. Ссылка на сервис есть в описании, и мы в телеграм-канале сервиса постараемся оперативно поделиться информацией о снижении комиссии, если у нас все сложится, а мы уже близки к решению. Я также напомню, что я буду публиковать ролики с существующими и новыми способами, как легче апать уровни боевого пропуска, если таковые будут. Поэтому подпишитесь, если еще этого не сделали. Не говоря о том, что за компендиум к инту также дают уровни, и обычно благодаря моим прогнозам можно получить очень много наград. Я каждый боевой пропуск получаю максимальную награду за фэнтези, и много уровней за прогнозы. Да, прогнозы сетки у меня хворают, но посмотрим, как все пройдет в этом году. Помимо этого, уровни можно приобрести за баллы на моем канале на твиче, которых два типа. Первый — это баллы самого твича, которые фармятся быстрее благодаря ставкам, которые есть каждый стрим на моей катке в доту и монг и свою игру, к примеру. Недавно за них несколько моих подписчиков купило арканы. Также можно фармить поинтсы, которые капают просто за просмотр моего стрима. Подаренные сапки, ну и сапки фармят быстрее. Сейчас эти коэффициенты ниже, потому что выплат с твича нет, но я постараюсь сделать максимально лояльную и приятную цену для вас, поэтому обязательно подписывайтесь и следите. Ну и напомню, что уже на днях я анонсирую крупнейший розыгрыш боевых пропусков на своем канале, благодаря партнеру Пари. Вы можете, кстати, заранее зарегистрироваться на их сайте и внести первый депозит, потому что среди тех, кто выполнит эти условия, будут разыграны отдельно супер-призы. Боевые пропуски сотового уровня, арканы и так далее. Ну и мы будем вновь делать ставки во время отборочных на Инты самого турнира, благодаря чему можно будет неплохо нажиться. В общем, я как следует сосредоточусь на грядущем боевом пропуске, Интернешнале, и постараюсь подарить вам море контента, крутых фишек и приятных вкусностей. Делитесь своими мыслями и идеями в комментариях к данному ролику и в телеге. С вами был Фенаргот, и до скорых встреч!